Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем с вами беседу на тему приготовления к последнему времени. В прошлый раз мы поговорили с вами о спасении, а сегодня поговорим о служении нашего Господа Иисуса Христа. Но прежде позвольте мне представить сегодняшних наших гостей. У нас студия Рауф и Личия. Здравствуйте! Здрасте! Итак, мы сегодня поговорим о служении Иисуса Христа. Естественно, его служение каким-то образом связано также с Ветхозаветной системой, которая проходила во святилище или в Скинии собрания. Хочу задать вам сразу первый вопрос. Как вам кажется, Скиния собрания для какой цели была создана? Зачем Господь повелел Моисею соорудить вот эту Скинию собрания? Для каких целей? Во-первых, это было место, где Бог мог проявить свою славу. Также это было место, куда люди могли приходить на поклонение Богу. Это было централизированное поклонение Богу. Каждый желающий мог прийти в определенное конкретное место, где была слава Божия прежде всего. Но также я думаю, что это место олицетворяло собой небесный храм, где происходило служение. Где Христос ходатайствовал за свой народ. Спасибо. Рауф? Ну, это естественно, это место обитания Господа на земле. Он отвел себе место, где мог обитать, где человек мог к нему приходить на поклонение. Хорошо, спасибо. Давайте откроем книгу Исход, 25 главу, и прочитаем 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Итак, какова цель? Обитание Бога среди людей. Обитание Бога среди людей. То есть, Скиния собрания, то, что вы сказали, вы абсолютно верно указали. Но основная цель, основная цель, вот Скиния собрания, она служила для того, чтобы Бог был ближе к своему народу. Вот представьте, Бог обитает на небе, человек обитает на земле. Тем более, после греха связь между Богом и человеком, она как бы нарушилась. И с каждым разом Господь делает попытки быть все ближе и ближе к человеку, да? И вот мы понимаем, что Господь повелевает Моисею соорудить нечто такое, где бы Бог мог бы быть или находиться непосредственно посреди своего народа. Вот вы представляете, да, вот 12 скалей, каждая из них имела свой стан, свой лагерь, свою Скиню. И вот Господь говорит, я тоже хочу быть среди вас. Я хочу быть, ну, не 13-м, наверное, а первым среди вас. И мы знаем, что Его Скиния собрания как раз располагалась посередине, вот всех этих 12 колен. А дальше, вот интересно, вот любовь Божья, она настолько велика, что Господь даже этим не ограничился. Вот быть просто посреди своего народа. Почему? Потому что Скиния есть, но Господа-то не видно. И вот когда мы открываем с вами Евангелие от Иоанна, первую главу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, первая глава. И прочитаем 14 стих. «И слово стало плотью». О ком идет речь? О Христе. «И обитало с нами». Вот этот глагол «обитало». Вы знаете, в греческом языке какое слово здесь используется? Слово «скене». «Скене» — это «скиния». То есть сам Иисус Христос стал скиней. То есть воплощение Иисуса Христа, то, что божественное Его естество воплотилось в человеческое, вот это человеческое, это было фактически скиней. И вот смотрите, вот любовь Божия какая, что Он не просто, как в скинии собрание, обитал посреди своего народа, а Он настолько хотел быть ближе, ближе, ближе к человеку, что в конце стал как один из нас. То есть стал человеком воплоти. И вообще, когда мы говорим о скинии, это очень богатое представление, богатое понятие. Вы знаете, что в Ветхом Завете существует четыре выражения, которые определяют вот эту скинию собрания. Вот если перевести с еврейского языка, первое — это «мешкан», который описывает само вот это строение. То есть с его двором и с его конкретным вот этим святилищем. То есть это «мешкан», это вот этот дом, вот это строение, физическое сооружение. Вся территория. Вся территория, да. А следующее слово — это уже еврейское слово «мегдаш», которое буквально уже так и переводится, как «святилище». И когда мы анализируем вот те библейские тексты, где используется вот это еврейское слово, мы понимаем, что это место жительства самого Бога. То есть в итоге что получается? Что вот это строение построили для кого? Чтоб кто там обитал? Господь. Чтоб там обитал Господь. То есть мы можем сказать, что это дом Божий, да, или дом для Господа. А вот достаточно ли того, чтобы там просто обитал Господь? Неужели цель была только для этого, чтобы там обитал Господь? Ну, Господь как бы дал возможность Моисею и представление о том, каково должно быть его жилище, только не для того, чтобы Бог присутствовал там, и этим все закончилось. Конечно. И главная цель Бога была в том, чтобы люди, которые нуждаются в нем, собирались. Спасибо. Вот вы указали как раз на третью терминологию – Огел Моэт. Вот эта терминология как раз указывает на место встречи Бога со своим народом. Вот вы помните, да, когда народ являлся перед Богом. Вот куда они в основном шли. И фактически вот этот Огел Моэт – это определяет то понимание, что Господь не просто обитает вот в этом доме или вот в этом святилище, а Он встречается со своим народом. И мы понимаем, что в основном народ во время встречи с Господом куда шел? К Скинии. Он шел в Скинии собрание. То есть мы опять понимаем суть, да, суть строения. Это не просто, что Бог обитает вот в этих стенах, а Бог встречается именно со своим народом. И мы можем провести параллель, да, вот с современной церковью и с Ветхозаветным святилищем. Вот сегодня церковь – это же не строение само по себе, вот в библейском понимании слова «церковь». Церковь – это люди, которые заполняют церковь. Да, то есть это то место, где Господь встречается со своим народом. И, наконец, последнее определение – это кодэш кудашим. Вам что-то говорит это? Да, святое святых. Это святое святых или место, где Господь вершит свой суд. Мы сегодня как раз об этом поговорим, когда коснемся его служения во святом святых. Хорошо, а вот такой вам вопрос. Вот святилище, вот чем оно отличалось от прочих языческих храмов? Вот какой особенностью оно отличалось от прочих храмов языческих? Я думаю, что в евреевском святилище было святое святых то, чего не было в других языческих храмах. Возможно. И я также думаю, что во многих, ну я так предполагаю, что в языческих храмах были не только, к примеру, один бог в одном храме, а возможно было много божеств в храмах, и каждый приходил и молился своему богу, или же всем богам воскуряли фимиам. В еврейском же храме Скини был только единственный бог. К которому вы поклонялись. Спасибо, Рофф. Вы хотите добавить? Я думаю, что интересно, что ни один языческий храм не был построен согласно тому, как языческий бог его себе представлял. Земной храм был построен, как бог его представлял. И как он на самом деле является на небе. И поэтому он дал точное указание Моисею, как его построить. Основная особенность, знаете, в чем? Что все языческие храмы, они были обращены к западу, к передней части строения. А Скиния собрания, вход в Скинию собрания, он был с восточной стороны. А вы знаете почему? Это связано с восходом. Это связано с восходом. Потому что ты стоишь спиной к солнцу. А мы знаем, что во всех религиях того времени бог солнца – это был самый основной, самый главный бог. И все поклонялись богу солнца. И поэтому все языческие храмы, когда ты заходил, ты фактически видел кого? Что ты видел? Солнце. Вот этот заход солнца. А когда ты входил во святилище или в Скинию собрания, солнце у тебя было сзади. То есть ты как бы пренебрегаешь. Ты как бы пренебрегаешь вот этим солнцем. То есть Господь это сделал для того, чтобы каждый человек, который совершал свое служение в Скинии собрания, он понимал, что нет другого бога, кроме единого, который есть Господь. И чтобы иудеи не поклонялись богу солнца. Теперь давайте мы перейдем непосредственно к служению в святилище. Как оно вообще происходило и какое оно имеет сегодня отношение для нас. Вот вы представляете, святилище из каких отделов состояло? Само святилище. Мы не будем говорить о дворе. Вот само святилище. Оно состояло из святого и святого святых. Ну ладно, если мы коснемся также двора, что было во дворе? Самая главная, самый главный атрибут. Жертвоприношение. Жертвенник. Жертвенник, на котором постоянно, ежедневно жертва приносилась. Теперь мы давайте представим вот такую ситуацию. Вот человек принес жертву. Согрешил он. Принес жертву за грех конкретную. Вот что происходило вот с этой жертвой? Она умирала. Она умирала. А что дальше? Вот какая церемония совершена? То есть грех этого человека переносился на эту жертву. Ага. То есть мы понимаем. Вот я согрешил, да? Я принес вот этого жертвенного агнца, возложил свои руки на него, передал ему свои грехи. После чего агнец заколался. Правильно? А как этот грех переходил в скину? Мы знаем, что кровь вот этой жертвы, она переносилась во святое святилище. И впоследствии мы знаем, что даже окроплялась эта кровь, именно завеса в храме окроплялась. Да. А всегда ли кровь вносилась в святилище? Левиты, вот это то, что переносилась жертва, это жертва убивалась. Потом левиты ее употребляли, и как бы грех переходил на них. На левиты, на священников, служителей, которые служили в этом храме. То есть мы понимаем, что в любом случае грех каким-то образом должен был оказаться в святилище. Должен был оказаться в скине собрания. Потому что в день очищения как раз очищалась вот эта скиня и оправдывался народ. Теперь давайте посмотрим, каким образом грех переходил в скиню собрания. Вот Лучия заметила, что кровь переносилась в скиню и окропилась на завесу. Но вы знаете, это делалось очень редко. Раз в году. Вот нет, не раз в году. Но это делалось очень редко, в исключительных случаях. Этого могло бы даже и не делаться. Оно делалось только в том случае, если согрешит первый священник, или согрешит все общество израильское. Только в этом случае кровь вносилась. Во всех остальных случаях жертву за грех поедали священники, которые затем брали образно грех человека, грешного. Вот смотрите, вот система какая. Человек передал свой грех жертвенному животному, священник паял мясо вот этого животного и грех принял на себя. Потом, когда он входил в освятилище для служения, речь не идет о святом святых, в освятилище, он этим самым грех переносил уже в освятилище внутрь. То есть вот таким образом грех скорее туда переходил. Но вы знаете, что на жертвеннике постоянно горела жертва, вечернее и утреннее приношение. А вот оно для чего было? Недостаточно было? Вот я же приношу жертву за грех, вот для себя. Зачем помимо вот этого постоянно должна гореть утренняя и вечерняя жертва? Я думаю, что это связано с милостью Божией, которая милость Божия, она постоянно присутствует. Она не присутствует время от времени, только когда совершается жертвоприношение. Милость Божия, она присутствует постоянно. Да, но жертва приношения, вот она жертва вечерняя и утренняя, она для чего горит? Я еще думаю, что, возможно, это была жертва за какие-то неосознанные грехи, за грехи, которые неумышленные, которые мы даже порой не замечаем, когда мы это делаем. Можем кого-то обидеть, можем что-то не так сделать. И поэтому Господь, как Рауф сказал, настолько милости в своей любви к нам, что Он предусмотрел жертвы вот именно как раз за такие грехи, которые могут остаться без нашего внимания. Но Господь продолжал миловать израильский народ вот этими жертвами, как вечерняя и утренняя жертва. Спасибо. То есть вы понимаете, что помимо того, что человек приносил жертву за грех, постоянно на жертвеннике горела жертва, утренняя и жертва вечерняя. Теперь давайте поймем систему, зачем вот это все. Вы правильно заметили, но давайте мы более глубже постараемся посмотреть и оценить Божью любовь и Его милость по отношению к грешным нам существам. Вот смотрите, вы знаете, что любой человек должен принести жертву только к скине собрания. То есть он не имел права приносить жертву где-то в ином месте. Теперь вот представьте, человек живет далеко. Вот уже времена храма, если возьмем Иерусалима. Храм находится в Иерусалиме, но люди-то они жили по всему Израилю в то время. Теперь человек, чтобы принести жертву за грех, он должен прийти куда? В храм. В Иерусалим. И вы представьте, что он пришел в Иерусалим, принес жертву за грех и уехал к себе на родину. И уехал к себе на родину и там по пути или даже доехал до дома и опять согрешил. Что он должен делать в принципе опять? Опять возвращаться. Опять возвращаться в Иерусалим. Вы знаете, он может так домой не дойти. Потому что каждый раз он может споткнуться, каждый раз он может согрешить. И вы знаете, вот Божья милость в чем заключается? Что Бог говорит, вот за твой грех сейчас все равно жертва горит. И утром, и вечером. Она постоянно за тебя горит. Главное осознать. Да. Вот когда ты это осознаешь, что ты согрешил, и когда у тебя будет возможность прийти к храму, ты тогда принесешь жертву за свои грехи. А до этого, до этого, все равно есть утренняя и вечерняя жертва. Это нам о чем-то говорит в нашей духовной жизни. Это говорит о том, что милость Господня не прекращается никогда. Конечно. Вот я, допустим, согрешил, но я даже не знаю, что я согрешил. Как я прощаюсь? Я прощаюсь за счет этой утренней и вечерней жертвы. Что она постоянно, вот она никогда не прекращается, вот эта жертва. То есть, его ходатайственное служение, Иисуса Христа за меня, никогда не прекращается. Даже тогда, когда я не понимаю, что я согрешил. Но я согрешил. И когда я только пойму, что я согрешил, Господь скажет, вот столько времени я покрывал твой грех. Но ты теперь понял. Вот когда ты понял, ты уже должен привести жертву за грех. В нашем случае это жертва покаяния. Мы понимаем. То есть, Господь нас настолько милует, пока мы не осознаем. Но когда ты осознал, но не хочешь раскаяться, вот тогда уже утренняя и вечерняя жертва, она не имеет для тебя никакой силы. Вы поняли, да? Да, очень интересный момент. То есть, если израильтянин в то время осознал, что он согрешил, но пришел через месяц, через три месяца к храму и не принес жертву за свои грехи, тогда это утренняя и вечерняя жертва, которая ее держала столько времени, она уже не будет покрывать его до закона. То есть, очень важно, чтобы человек осознал. Может, поэтому на судный день все евреи старались приехать в Иерусалим, потому что они собирались, они знали, насколько это важно. Конечно. Насколько это важно. Пожалуйста. Да, и я просто хочу провести такой параллель между тем, что было тогда и сейчас. В принципе, сейчас та же система работает. Господь милует нас каждый день в нашей жизни, потому что Он ходатайствует за нас. Те преступления, которые мы делаем, мелочи, на которые мы не обращаем внимания. И милость его, как эти утренние и вечерние жертвы, постоянно работает. Но в какой-то определенный момент Господь хочет подвести нас к такому, как бы скажем, отправному пункту, чтобы мы осознали, мы покаялись, мы увидели ситуацию, в которой мы оказались и пришли к нему с покаянием. Вот интересно также заметить, что когда приносилась утренняя жертва, в это время первосвященник в отделении святой воскурел фимиам. Когда приносилась вечерняя жертва, в то же самое время первосвященник опять воскурел фимиам. А фимиам это символ чего? Символ молитвы и покаяния. Символ молитвы, символ ходатайственного служения. А первосвященник это был прообразом Иисуса Христа. Вот когда человек приносил жертву, или даже он еще не приносил, но жертва горела для него утренняя и вечерняя, одновременно там шло ходатайственное служение об этом человеке. Чтобы Господь помиловал его, чтобы Господь простил его, чтобы Господь открыл ему его путь, и чтобы этот человек осознал свои прегрешения и грехи. Поэтому мы понимаем, что первое отделение святилища, оно связано с ходатайственным служением. Ежедневно. Ежедневным ходатайственным служением. Вот давайте еще раз мы откроем Исход 25 главу. Посмотрите, какая связь между небесным святилищем и земным святилищем? Вот 9 стих, давайте прочитаем, Исход 25 глава, 9 стих. Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец тертия сосудов, так и сделайте. Посмотрите, все, как я показываю тебе. То есть Моисей видел оригинал этой скини, да? И по образу вот этого оригинала, небесного оригинала, он построил вот здесь земную скиню. Естественно, мы не можем сказать, что небесная скиня полностью такая же, как земная скиня, потому что небесная скиня, на самом деле, если мы представляем, что там есть какое-то помещение такое, его-то нет. Но остается на небе что? Функции вот этих двух отделений. Механизм. На самом деле на небе очень многие неправильно представляют, что там есть какое-то помещение, куда Христос зашел и не выходит оттуда. Нет, потому что мы помним, посланник евреям, написано, апостол Павел пишет, что Христос вошел не в рукотворенное святилище, а в самое небо. То есть вот это небо, оно и представляет собой вот все вот это святилище. Но он выполняет те же функции, которые выполнялись на земле в отделении святой и в отделении святой святых. И как мы видим, что в отделении святой это больше ходатайственное служение, да? Вот каждый год, каждый год грехи израильского народа, они накапливались где? Во святом. Во святом. От святого они переходили, естественно, во святой святых. Просто туда никто не имел права входить. Кроме первосвященника. Да, кроме первосвященника и то раз в году. То есть мы понимаем, что служение во святом, это его ходатайственное служение в течение целого года. Но приходил определенный момент, когда необходимо было либо осудить свой народ, либо оправдать свой народ. И вот этот день, иудеи называют, и Библия называет Йом-Кипур, или день суда, судный день. Или иначе, говорит, день искупления. А вот как вам кажется, что это за суд? Это суд в осуждении или суд в оправдании? Когда вот цель освящения или цель очищения, точнее святилища, это цель искупления святилища. А на какую цель придерживаются? Вот после этого народ объявлялся оправданным или народ оправдался осужденным? Естественно, оправдать народ. Оправдать. Да, потому что целый год грехи народа копились в храме. И надо было очистить храм, надо было на кого-то одного подложить грехе всех людей. И это уже... То есть мы можем сказать, что это суд не над безбожниками, а этот суд как раз над народом Божиим. И суд не для осуждения, а суд для оправдания. И вот давайте теперь посмотрим, вот чем вот этот судный день, Йом-Кипур, отличается... Вот какие особенности у этого дня? Вообще, чем он выделяется? Чем он отличается? Вот что бросается в глаза? Ну, в этом, что в этот день не совершалось обычное служение, которое совершалось ежедневно. Во-первых, в этот день приносились особые жертвы. Во-вторых, в этот день первосвященник приносил жертву за себя и за весь народ. В-третьих, это единственный день в году, когда первосвященник заходил во святой святых. Чтобы понять, что происходит, мы должны знать, что происходит в святом святых. В святом святых находится ковчег Завета, где находятся 10 заповедей. На основании этих заповедей народ осуждался. Но над крышкой этого ковчега находилась милость Божия, которая, благодаря всем тем заместительным жертвам, которые совершались, она оправдывала человека. Я хотела еще подместить, что во время судных дней народ в целом должен был вести такой образ жизни, когда не употреблять то, что может затуманить ум человека, к примеру, алкогольные какие-то определенные напитки, вообще все алкогольные напитки. То есть сознание человека должно было быть настороженным, очень внимательным, серьезным. То есть полностью человек должен был очень серьезно относиться к этому празднику, потому что взвешивалась его жизнь, его судьба. И все, что человек делал, было направлено на то, чтобы исследовать свое сердце. Вот что было в течение года, как я жил, все ли я грехи, которые, я помню, просил за них прощения и принес жертву. То есть это был очень серьезный праздник, это не был какой-то обыденный простой праздник. В 10 дней трубили трубы. Да. Вот я хочу это сказать, что у иудеев тогда было, вы знаете, два календаря. Религиозный календарь и гражданский календарь. Их религиозный календарь начинался с весны, с Пасхой. А гражданский календарь начинался как раз вот с этих труб. Это был для них Новый год. И вот на 10 день, на 10 день гражданского календаря как раз попадал на 10 день вот елкий пор или день суда. Вот интересно, чем этот день отличается от вообще всех прочих дней. Вы правильно заметили, что в этот день, это единственный день, когда первосвященник имеет доступ во святое святых. То есть никогда до этого никто не имел доступ вот в это отделение. Что еще интересного? Вот в этом, что любое животное, которое приходило к скини, оно всегда умирало. А в этом не умирало. А вот здесь животное, оно у скини или при скини не умирало. Вы помните, есть еще такой момент, когда приносились две птицы. Одна заколалась, другая отпускалась. Но какая разница? Разница в том, что та птица отпускалась, и она продолжала жить. А козел, вот этот, который приносился, он при скине не умирал, но потом его отводили в отдельное место. И согласно иудейской литературе, его со скалы сбрасывали вниз. То есть он погибал, но не у храма. Это единственный случай, когда жертвенное животное приходило к храму, но оно оставалось жить при храме. Что еще интересно, интересно также, что в Йом-Кипур все служение исключительно совершал один человек. Это первый священник. Не особо одежда у него была. Да, а во всех остальных случаях ему всегда помогали священники. И самый главный момент, самое главное отличие этого дня от всех остальных дней, что во все остальные дни, в течение целого года, кровь или грехи вносились во святилище. А в этот день все наоборот, процесс совершенно обратный. Все грехи, которые были в течение года собраны во святилище, они в этот день удалялись из святилища. Вы знаете, где об этом написано? Более подробно об этом написано в книге Левит, 16 глава. Вот как раз там написано, какие два животных избирались, вы помните? Без порока, да. Они однолетние, что были без порока. Это для чего? Для этой самой жертвы. Да, там два козла, вы помните, да? Два козла. И вот интересно, что даже еврейское слово для этих козлов, оно также нестандартное, необычное по сравнению со всеми другими видами. Почему? Оно указывает, что это старые козлы. А это указывает на что? Что идет великая борьба, она имеет уже старые корни. Вот старые корни. И вот вы помните, да? Бросался жребий, и один козел попадал для Господа, другой козел попадал для, ну, нашим современным языком, если говорить, как бы козел отпущения или козел, который символизировал дьявола. Тот жребий, который попадал на козла, он приносился за грехи всего народа. Но прежде сам первосвященник приносил жертву за себя. Теперь смотрите, когда первосвященник выходил из святого святых, то есть он очищал святой святых, все грехи, которые там накопились, потом он переходил во святое. Вы чувствуете, совершенно обратный процесс оттуда, потом переходил во святое. После святого он выходил куда? Во двор. И что он делал во дворе, когда выходил во двор? Вот здесь интересно. Давайте откроем Левит, 16 главу, 18-19 стихи. Прочитаем. После того выезет он к жертвеннику, что пред Господом, и свершит обряд очищения, и над ним тоже, взяв крови быка молодого и козла, должен будет помазать ею вокруг каждой из рогов жертвенника, и покропить семь раз пальца той же кровью на жертвенник. Итак, очистит его от нечистоты сынов Израиля. То есть что он очищает? Нечистоты сынов Израиля. Откуда? Жертвенник очищает. А вы знаете, что это означает, очистить жертвенник? Удали все грехи. Жертвенник, так как раз наоборот, он принимает постоянно на себе что? Грехи человеку, потому что там постоянно горит жертвенное животное. Очистить жертвенник, это означает, что все, жертвенник уже не принимает жертву. Это уже означает, что когда первосвященник выходил уже из святилища... Благодать закрывалась. Очищал уже жертвенник, двери благодати уже закрывались. То есть жертвенник уже не принимает жертвоприношения. Это закрытие дверей благодати. Поэтому мы понимаем, что сегодняшнее служение Иисуса Христа на небе, оно имеет те же две фазы служения. Во святом и во святом святых. Его, естественно, мы опять говорим, что нет такого помещения, которое отделяло бы это, это все небо. Но служение, которое он совершает, оно имеет аналог с ветхозаветной системой. Поэтому, когда первосвященник выходил из святого и святых, двери благодати уже для всего закрывались. Но вы знаете, милость Божья какая велика, что даже в этот день, даже в этот день, до этого события, когда первосвященник заходил во святой и святых, вот давайте откроем число 29-ю главу и прочитаем число 29, прочитаем седьмой текст. «И в десятый день седьмого месяца вы должны проводить священное собрание и смирять свои души. В этот день и не работают». «Десятый день седьмого месяца» — это как раз емкий порт. И вот смотрите, что пишет он в одиннадцатом стихе. «И в жертву за грех нужно принести одного козла, сверхприносимого за грехи всего народа в день очищения, и сверхнепрерывно совершаемого всесожжения и положенных грехов». То есть о чем это говорит? Что даже вот в этот критический момент, вот-вот уже, когда первосвященник должен войти, все еще жертвенник всесожжения он принимает. Жертву покаяния, жертву за грех. То есть до предельно последнего момента у человека есть шанс раскаяться. Даже вот уже суд идет, вот-вот Христос уже должен войти, уже должен начаться суд, но Господь еще говорит, вот если кто-то сейчас осознает, ощущает, что он согрешил, я подожду, пусть он принесет жертву покаяния. То есть получается, что первосвященник, который находился во святое святых, и забирал грехи из святого святых, выносил в святое, и потом, пока еще шел ко двору, у человека еще был шанс. Нет, до этого, до этого, как он заходил, до этого. Вот уже люди собрались, люди в посте, люди в молитве, да? Вот в этот момент есть еще вот эта возможность, до того, как первосвященник вошел, привести жертву за грех. Если первосвященник уже выходил, он очищал уже жертвенник. Это означает, что все, уже милость завершается, уже Божья благодать закрыта. И уже ни у кого нет надежды, ни у кого нет шанса, чтобы после этого раскаяться или принести свое покаяние. Мы должны понять с вами очень важную истину сегодня, что во святом, в отделении святом, Господь ходатайствует за грехи своего народа. Во святом святых, естественно, его ходатайство не прекращается, но святой святых, оно имеет иную функцию. Оно уже рассматривает дела вот этого человека, его раскаяния, и оно выносит вердикт, его помиловать или не помиловать. Но в основном вот этот суд, он носит более какой характер? Оправдательный характер. Оправдательный характер. Поэтому в емкий пор решался вопрос оправдания всего народа. И очищалось не только скиния собрания, но написано в книге Леви 16 главе, что очищался также народ. Да, прощался. И вот первосвящение, когда выходил из святого святых, он сам был осквернен уже. Почему? Потому что все эти грехи, какие он оттуда, он взял фактически на себя. Еще уникальное, знаете, какая была, что в течение целого года люди клали свои руки на жертву. Этим они передавали свои грехи. А в день искупления на жертву и на животное руки не возлагались. Почему? Потому что не передаешь грех, а наоборот, это уже чистая кровь, которая очищает грехи, которые накопились в течение года. И когда первый священник, он как бы носитель всех этих грехов выходит, что он делает? Он возлагает свои руки на какого козла уже? Отпущение. На козла отпущения, который символизирует дьявола. И тем самым говорит о том, что все вот эти люди, которые здесь стоят, они все оправданы. И все вот эти грехи в течение года, которые они совершили, вот за все эти грехи наказание понесешь ты. Почему? Потому что ты виновник, ты источник их беззакония. Но эти люди сегодня уже раскаялись. И поэтому все эти грехи понесешь ты. После чего козла отвозили в пустыню, да? И согласно иудейской традиции, согласно их писаниях, его со скалы сбрасывали вниз. Этим решалось уже как бы окончание великой борьбы. То есть поражение дьявола и торжество Иисуса Христа и спасение его народа. Наконец, в завершении я бы хотел сказать, что в какой фазе сегодня находится служение Иисуса Христа в Небесном Святилище? Вот когда мы с вами изучаем книгу пророка Даниила, к сожалению, у нас нет времени детально, подробно рассмотреть вот эту книгу. Там даже есть математические выводы, которые приводят к нас к важной информации, к важному выводу о том, что с 1844 года Иисус Христос перешел к фазе служения во Святом Святых. То есть Господь сегодня проводит суд, но не над безбожниками, а над Домом Божиим. Над Домом Божиим, над верующими. И этот суд носит какой характер? Оправдательный. Оправдательный характер. То есть это не устрашающая весть для нас, а это благая весть для нас. Потому что Господь очищает нас, Господь оправдывает нас. А суд над безбожниками, как пишет книга Откровения, он будет уже после второго пришествия Иисуса Христа. Поэтому, зная вот эту благую весть, зная, что Господь уже во Святом Святых, и мы понимаем, что придет время, когда Он выйдет из Святого Святых. Если Он уже выйдет из Святого Святых, то тогда уже двери благодати... То есть они еще открыты. На данный момент они еще открыты. Никто не знает, когда закроются, когда Он оттуда выйдет. Но, естественно, поскольку мы видим, что люди еще каятся, и люди еще ищут Бога, то это уже говорит о том, что Господь открыт на сегодняшний день для всех. То есть Он продолжает свое вот это служение. Он отправдывает всех людей, которые почили во Христе. И которые, в принципе, сегодня еще живут. Многие люди считают, что Ветхозаветний Бог более грубый и более жестокий. Но исходя из рассуждения, которые мы имели сегодня, я пришла к выводу, что Любовь Божья, она была бесконечна во все времена и во все века. Мы видели сегодня, что Господь давал шанс каждому человеку для покаяния. И это покаяние было очень и очень... Шанс для покаяния был очень-очень длинный. И Божье долготерпение бесконечно. И слава Богу за это. Восхищаемся таким Богом и полны любви к Нему. Сегодня мы поговорили об удивительной теме, теме о святилище. Великий Господь решил обитать со своим народом. Он хотел быть ближе к нам. И эта тема говорит о том, что милость Господня простирается бесконечно. И сегодня Он ждет нас. Но мы не должны забывать о том, что время благодати заканчивается. И придет же то время, когда Он выйдет из святого святых. И тогда будет поздно. Дорогие друзья, обратитесь к Господу, пока не поздно. Откройте ваши сердца. Потому что Иисус стоит у двери вашего сердца и продолжает в Него стучать. Он ждет вас. Обратитесь к Нему, и Господь примет вас. Какие бы ваши грехи не были бы, Господь желает их простить. Пусть Господь вас благословит. Аминь. Иисус мой родной приезжал, и сердце печали нет.